2. Ислам означает повиновение Студент, обучающийся йоге, в действительности предметом мусульманской религии должен называться мухаммедонизм, потому что они поклоняются Мухаммеду, тогда как на самом деле они считают, что идут прямо к Богу, к Аллаху, и что Мухаммед был просто посланником. 3. Шрила Прабхупада. Это хорошо. Студент, обучающийся йоге. И они называют свою религию «Ислам», что означает повиновение. 4. Шрила Прабхупада. Это очень хорошо. 5. Студент, обучающийся йоге. 6. Мусульманин – это тот, кто повинуется. Разговор в комнате. Тихран. 14.03.1975 года. 6. Шрила Прабхупада. 7. Религия означает предание себя Господу. Неважно, какую религию вы исповедуете. Это неважно, но вы обязаны учиться, как повиноваться Верховному Господу. Это религия. 8. Религия не означает, что вы вешаете на себя шаблонный ярлык. Я христианин, я индус, я мусульманин, я буддист. И затем воюете между собой. Это не религия. Это фанатизм. Религия означает стать преданным Господу. Это религия. Вы претендуете на религиозность. Вы считаете себя индусами или христианами, или буддистами. Все это правильно. Но знаете ли вы, что есть Бог? О! Все молчат. Вы не знаете, что есть Бог. Что есть религия? Если вы не знаете, что есть Бог, у вас есть некая расплывчатая идея. Это не религия. Вы должны знать, что есть Бог. Также, чтобы стать гражданином Америки, надо, чтобы вы знали кое-что из истории Америки. Итак, американцы спрашивают, кто вы? Я американец. Кто ваш президент? Я не знаю. Что же это за странный американец? Понравилось бы вам услышать от него? Я не знаю, кто мой президент. Подобным образом, человеческое существо исповедует определенный тип религии. Но спросите его, что есть Бог? Религия должна быть связана с Богом. Любая религия. Но спросите его, что есть Бог? Ответа нет. Религия означает, я то бактер от хок шаджи. Практикуя это, становишься преданным Господу. Это религия. Первоклассная религия. Лекция по Шиманбхагаватам. 9.01.74 года. Шрила Прабхупада. Религия означает повиновение Богу. Религия не означает что-либо другое. Вы можете состряпать очень много формул и тезисов. Но настоящий смысл это повиновение Господу. Такова религия. Простое определение. Если человек повинуется Богу, то неважно, к какой религии он себя относит. Он может быть христианином, индусом, мусульманином. Это неважно. Религия означает повиновение Богу. Лекция по Шиманбхагаватам 12.12.73 года. Здесь Шрила Прабхупада снова и снова подчеркивает, что религия означает повиновение или подчинение Богу. Ислам тоже означает полное подчинение воле Бога. Множество раз святой пророк Мухаммед объяснял, что каждый есть банда или раб Аллаха и должен подчиняться его указаниям. Мы должны понять наше изначальное присущее нам положение, как слуги Бога. Исследуя его указания, мы разовьем наши вечные любовные отношения с Верховным Господом. Люди должны не просто повесить на себя ярлык, я христианин, я индуст, я мусульманин, и затем воевать между собой. Это не религиозная деятельность, а фанатизм, порожденный невежеством. Другое значение слова «ислам» – мир. Ислам должен приносить мир, а не войну. Если кто-то прикрывает именем Ислама, оправдывает войну, это значит, что он неправильно понял и истолковал Ислам. Нас не должны сбивать с толку такие недобросовестные толкователи. Мы должны следовать истинному, вечному Исламу, который принесет вселенское благополучие в мир. В начале своей проповеди святой пророк Мухаммед и его последователи были сурово преследуемы правителями Мекки. Святой пророк терпел и наставлял своих последователей быть терпимыми и прощать своих преследователей. Позднее, когда правители Мекки решили убить святого пророка Мухаммеда, он укрылся в Медине. Здесь число мусульман быстро возросло, и мекканцы решили двинуться на Медину и уничтожить всех мусульман. В это время святой пророк получил божественное откровение, позволяющее воевать и убивать исключительно для защиты религиозных принципов. Это утверждается в суре Алм-Багарах или Корова святого Корана 2, 190-193. Воюй за Аллаха с тем, кто воюет с тобой, но не приступай к границам. Аллах не любит нарушителей. И поражай их, где бы их ни настиг, и делай им то, что они сделали с тобой. Преследование хуже, чем лезня, но не воюй с ними в священной мечети, только если они первые и не нападают на тебя здесь. Но если они нападают на тебя, поражай их. Такова награда тем, кто отвергнул веру. Но если они останавливаются, Аллах всепрощающий, милосерднейший, и воюй с ними, пока не будет больше преследований, и религия не станет религией Аллаха. Выдающийся мусульманский ученый Абдуллах Юсуф Али комментирует, война разрешена для самозащиты и в достаточно ограниченных пределах. Если принято решение, нужно энергично продвигать его, не ослабно, но только чтобы восстановить мир и свободу для поклонения Аллаху. В любом случае, строгие ограничения не должны быть пресечены. Женщины, дети, старики и больные люди не должны быть преследуемы. А также деревьям и урожаям нельзя наносить вреда. Но и не удерживаться в мире, когда враг пришел к границе. Это действительный смысл джихада или святой войны. Если враг атакуется смертельным оружием с желанием уничтожить или воспрепятствовать религиозной деятельности, позволяется вступить в бой и убить ради защиты принципов религии. Однако в наши дни многие руководители оправдывают войну под именем джихада. Они используют религиозные термины, чтобы достичь политических целей. Они рядятся в ревнителей религии, но в действительности они являются атеистами. Люди должны быть очень осторожными, чтобы не стать жертвами таких бесчестных и неверно ориентированных лидеров. Итак, в Медине мусульмане были постоянно атакуемы жителями Мекки, и несмотря на их небольшое число, они всегда выходили победителями. Во время этих войн святой пророк Мухаммед дал особое указание в том, чтобы мусульмане не убивали монахов, детей, женщин, стариков и беспомощных людей. Однажды после битвы святой пророк увидел мертвую женщину на поле битвы. Он очень сильно расстроился и не читал своих последователей. В конце концов, несмотря на преследования и войны, святой пророк Мухаммед завоевал Мекку и вошел в город с огромной армией, не пролив ни капли крови и не мстя своим врагам. Вместо этого он простил их. Так поступал святой пророк. В заключение святой пророк Мухаммед сказал самый превосходный джихад произнесение правды в присутствии несправедливого правителя. Мишкад 17 Мусульмане должны учиться на таком примере и следовать указаниям без отклонений. Так, следуя указаниям Бога, поведанным в Писаниях и предаваясь Ему, каждый может стать смиренным слугой Бога и раскрыть свои любовные отношения с Ним. Однажды святой пророк Мухаммед сказал, проливая свет на другой аспект джихада. Он сказал, самый лучший джихад святая война это победа над самим собой. Это прекрасное определение джихада. Святой пророк Мухаммед сам объясняет, что джихад означает борьбу и победу над нечистотами сознания. Не нужно объявлять войну кому-то вне нас, нет. В действительности надо воевать с врагами, которые внутри нас. Кто эти внутренние враги? Это вожделение, жадность и гнев. Это трое ворот, ведущих в ад. Необходимо бороться и победить этих врагов. Джихад требует борьбы во имя Аллаха в виде самопожертвования. Но смысл состоит в следующем. Настоящая и искренняя вера, столь сильно направленная на Аллаха, что все собственнические и мирские мотивы кажутся незначительными и угасают. Второе, энтузиастичная и непрекращающаяся деятельность, включая пожертвования собственной жизнью или богатством, служение Аллаху. Просто жестокая война противопоставляется целостному духу джихада, в то время как искреннее перо ученого или голос проповедника или пожертвования богатого человека. Субтитры создавал DimaTorzok